Формулы 1 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 второй строчке. У меня была возможность поговорить с ним. Честно признаться, мы никогда не были друзьями, но все-таки нормально общались. У автогонщиков очень много проблем, поэтому я не люблю без необходимости обсуждать с кем-то свои личные дела. На гонках я полностью выкладываю. Хорошо, если вечером удается выпить с кем-нибудь пиво и пообщаться, а если не получаются, я не огорчаюсь. В 99-м Шумахер поставил себе цель свергнуть с пьедестала действующего чемпиона Мику Хаккинина и шел к этой цели быстрыми шагами. Ничто не предвещает неприятных сюрпризов. Все работает нормально. Мотор, коробка передач, электроника. Я чувствую себя уверенно. Насколько уверенно, пока мне сложно об этом сказать. Как уверенно, я не могу сказать. Войщика подвел задний тормоз, а Шумахер не выиграл гран-при Великобритании. В том сезоне он сломал ногу, пропустил шесть гонок и финишировал пятым. В 2006-м изменились правила, и спортсменам запретили менять шины во время гонки. Шины Бриджтоун просто не выдержали. Постановление, которое вел в силу Берни Эклстоун, чтобы сделать гран-при более интересными, погубило карьеру Красного Барона в составе Феррари. Позднее Шумахер признался. Я думаю, что больше не могу участвовать в этой битве. Это то же самое, что драться тупым мечом. Он ушел из Феррари в конце 2006-го, переключившись на карьеру управленца. В 2009-м году он несколько раз участвовал в заездах вместо травмированного Филиппе Массе, но потом повредил шею в результате падения с мотоцикла. В 2010-м Шумахер снова вернулся и перешел в команду Мерседес-Бенц. Я прекрасно себя чувствую. Я очень рад, что снова могу выступать в Формуле-1 после долгого перерыва, благодаря приглашению команды Мерседес. Но 40 лет солидный возраст. И Шумахер вскоре уступил первенство молодому перспективному товарищу по команде Ника Росбергу. За три сезона Шумахер финишировал на подиуме лишь однажды в Боленции. В сезоне 2013 на место Шумахера пришел Льюис Хэмилтон, и великий гонщик признал, что с годами его страсть к совершенству уменьшилась. Несколько месяцев назад у меня был период, когда мне хотелось бросить Формулу-1 и подготовку к следующему Гран-при. В 2012 он окончательно завершил карьеру. Шумахеру принадлежат мировые рекорды по количеству побед в гонках и чемпионатах, по скорости прохождения круга, по количеству поулов и побед в гонках за один сезон. 13 в 2004 году. Соперники и товарищи по команде обвиняли его в опасном вождении, в неподчинении приказам команды, даже в симуляции аварий. Но на мокрой трассе во время дождя Шумахер был вне конкуренции. Своё искусство вождения в сложных погодных условиях он ярко продемонстрировал в Барселоне во время Гран-при Испании. Там специфическая трасса. Во время вождения очень быстро изнашиваются шины, и не все шины выдерживают такую нагрузку. В 96-м, несмотря на износ шины капризную погоду, Шумахер одержал свою первую победу в составе Феррари. Он смог подняться на третье место в личном зачёте, несмотря на проливной дождь. С тех пор гонщик получил прозвище «Человек дождя». Это была не просто гонка. Это была демонстрация превосходства. В изумлении воскликнул великий британский гонщик Стерлинг Мосс. Кстати, два года спустя на той же трассе он смог финишировать вторым, несмотря на серьёзные проблемы с коробкой передач, на протяжении всего пути. Испания не единственная страна, в которой Шумахер показал чудеса вождения в сложных погодных условиях. То же самое произошло в 97-м во время Гран-при Бельгии. Он всегда ведёт машину на пределе возможностей, вопреки законам физики. Шумахер – высококлассный гонщик, это очень яркая личность. Он прирождённый лидер команды. В Испании он занял первое место с отрывом в 26 секунд в условиях проливного дождя. Михаэль сделал трудное лёгким. Первые автогонки на трассе СПА «Франкор Шарм» прошли в 25-м году. Гонщики любят эту трассу, так как она имеет богатую историю, а также красиво и непредсказуемо. Это выдающаяся трасса. Большинство гонщиков считают её одной из лучших. Здесь много подъёмов и спусков, крутые повороты. А ехать очень приятно, как в старые времена. Именно на этой трассе блистал Михаэль Шумахер. Здесь «Красный барон» одержал много памятных побед. Шумахер в шутку называет эту трассу «Моя гостиная». Вы просто не представляете, сколько событий здесь произошло. Мой старт в 91-м, первая победа в 92-м, блистательная гонка 95-го, необычный заезд 98-го года. Ну и, конечно, победа в чемпионате 2004-м. С этой трассой связаны самые памятные моменты в моей карьере. Здесь я начинал, здесь я побеждал, испытывал самые невероятные чувства. На этой трассе я как будто у себя дома, в уютной и спокойной гостиной. Это моя любимая трасса. Если говорить о любимых трассах Шумахера и Феррари, то их две. Первая – трасса Гран-при Италии. Гран-при Италии проходит в городе Монца и считается домашней гонкой в Феррари. Для нас эта гонка главная в году. Это наша трасса. Итальянцы поддерживают нас как могут. И команда Феррари всегда показывает здесь особенные результаты. С 2021 по 2016 год Феррари 19 раз выигрывала Гран-при Италии. Михаил Шумахер заслуженно считается самым успешным пилотом. Он выигрывал Гран-при Италии 5 раз и все 5 в составе Феррари. Еще одна любимая трасса Шумахера – Нюрнбург Ринг, на которой иногда проходит Гран-при Германии. Нюрнбург Ринг – моя школа. Там я учился вождению. Много памятных моментов в моей жизни связаны именно с этой трассой. Это домашняя трасса Михаэля, поэтому она всегда вызывает большой интерес. Шумахер 4 раза выигрывал в Нюрнбург Ринге. Среди немцев его обходит только Рудольф Карачёва. Многие гонщики нового поколения претендовали на звание «Новый Шумахер», но не смогли повторить его достижения. Один из них – брат Шумахера Ральф. Он 180 раз участвовал в гонках в Формулы-1, но выиграл только 6 гонок. В 2008 году он перешел в немецкую гоночную серию кузовных автомобилей. Еще есть Ика Хюлькенберг, но он выступал в гонках Лиман гораздо успешнее, чем в Формуле-1. В Формуле-1 он так и не показал выдающихся результатов, хотя выступает с 2010 года. Сын Шумахера Мик также намерен пойти по стопам отца. На данный момент самым успешным гонщиком после Шумахера считается четырехкратный чемпион мира в составе команды «Рэд Булл», который перешел в «Феррари» в 2015 году. один из главных болельщиков «Красного борода» – Себастьян Феттель. Я всегда брал пример с Михаэля. Я тянулся за ним как мог. Когда он пришел в «Феррари» и создал команду победителей, много лет она не знала поражения. Он всегда вдохновлял меня. И теперь, когда я сам выступаю за «Феррари», я чувствую, что сбылась моя мечта. Выступать за «Феррари» вместе с Шумахером – заветная мечта любого автогонщика. На место Феттеля претендует много пилотов, так что гонщикам «Феррари» нужно держаться на уровне. В 96-м-99-м партнером Шумахера был Эдди Ирвайн. Они шли вместе бок о бок. Однако в гонках, когда финишировали оба, Шумахер был впереди Ирвайна 25 раз. А Эдди – только три. Затем партнером Шумахера в «Феррари» стал бразилец Рубенс Баррикелло. За это время немец пять раз выиграл чемпионат мира. Но Баррикелло, выступавший в одной команде с ним, обогнал немца 14 раз за шесть сезонов. Сам же Шумахер побеждал бразильца 56 раз. Потом Рубенс перешел в команду «Хонда». Если бы не «Феррари», я бы не достиг таких успехов. Я до сих пор мечтаю стать чемпионом мира, вот поэтому я здесь. Каждое утро я просыпаюсь с мыслями о победе. В 2006-м место Баррикелло занял другой бразилец – Филиппе Масса. Он подавал большие надежды, но лучшим пилотом по-прежнему оставался Шумахер. Он обгонял Массу 11 раз, а Масса Шумахера только трижды. Впечатленный его успехами, основатель команды «Джордан» Эдди Джордан уверенно заявляет. Это самый быстрый гонщик за всю историю района. В истории «Формулы-1» был период, когда гонщики садились за руль и не знали, останутся ли они в живых после старта. Погибнуть в автокатастрофе на гоночной трассе было самым обычным делом. Трагедии настолько участились, что за несколько дней до своей гибели во время квалификационного заезда на Гран-при США в 1973 году французский гонщик Франсуа Север признал. Аварии и смерти стали нормой. Они уже даже не вызывают слез. С 94-го года, когда до трасси вымыли погибли Айртон Сенна и Роланд Ратценбергер, организаторы стали уделять большее внимание вопросам безопасности. И все-таки, когда современный гонщик завершает карьеру, его близкие испытывают чувство облегчения. Трагический случай с Михаилом Шумахером произошел не на трассе. 29 декабря 2013 года самый быстрый в мире автогонщик, с юных лет полюбивший скорость, катался на горных лыжах в районе французских Альт. Он упал и ударился головой о скалу, получив серьезную черепно-мозговую травму. К нему в больницу сразу же съехались родные, друзья, болельщики и даже бывшие соперники. Каждый хотел хоть чем-то помочь Шумахеру. С тех пор Шумахер не появляется на публике. И хотя в прессе периодически появляется информация о его состоянии и здоровье, Красный Барон навсегда остался легендой. Жизнь удивительная штука. Когда Михаил выступал за нас, он был самым успешным гонщиком в истории Формулы-1, в истории Феррари. Он только один раз попал в аварию в 99-м году, и это было по нашей вине. Он съехал с трассы и сломал ногу. Больше аварий не было. Он был бесстрашным лыжником. Никто не ожидал, что Шумахер станет жертвой этого страшного несчастного случая. Успешный гонщик Формулы-1 должен иметь силу духа и быструю реакцию. Чтобы прийти к финишу быстрее всех, важно знать азы механики и уметь использовать достижения прогресса. Михаил Шумахер – самый быстрый, опытный и успешный гонщик. Он сочетал любовь к скорости с умением быстро ориентироваться в ситуации, отличался железными нервами и волей к победе. Другого красного барона больше не будет. И это чистая правда. Субтитры создавал DimaTorzok